День заповедников и национальных парков – официальный праздник, который отмечается в России по инициативе экологических организаций. Благодаря усилиям специалистов Болоньского заповедника удается сохранить в первозданном виде уникальные ландшафты и многообразие животного и растительного мира. Заповедники являются особо охраняемыми природными территориями. И, пожалуй, на сегодняшний день этот статус позволяет уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. В этом году в ноябре заповедник Болоньский отметит 25 лет со дня своего основания. К юбилею сотрудники и руководство готовятся уже заранее к проведению различных мероприятий и акций, направленных на экологическое просвещение. И сохранить биоразнообразие – это очень большая польза, чтобы наши дети в будущем хотя бы увидели тех же птиц, тех же гусей, тех же лебедей, тех же уток, тех же журавлей и аистов. У нас и журавли, и аисты водятся на нашей территории, поэтому и орланы, и белохвосты, и белоплечья – много очень птиц. Да не только птицы, сахаты к нам на лето спускаются на отел, и козы есть, ну все есть, кроме не водится у нас тигр, не водится у нас кабарга и соболь, а все остальное у нас присутствует. Болоньский государственный природный заповедник был создан 18 ноября 1997 года на базе существовавшего ранее краевого Симинского заказника. На территории находится так называемый птичий перекресток. Здесь проходит узел слияния миграционных путей пролетных птиц из Юго-Восточной Азии и Австралии к местам гнездования в северо-восточной части Евразии и северо-восточной части Америки, что является богатейшей кормовой базой для многочисленных стаи мигрирующих птиц. Целью этого экологического праздника является формирование культуры трепетного и бережного отношения к природе. Дата призвана подчеркнуть и привлечь внимание широкой общественности к проблемам, связанным с ненадлежащим отношением населения к окружающей среде. Будущее поколение, наши дети, наши внуки хоть что-то увидали. Если мы сейчас с вами все истребим, то что мы с вами потом получим? Ничего не будет. Надо хоть, чтобы что-то посмотрели. Поэтому и надо оберегать хоть какие-то кусочки нетронутой земли, чтобы они оставались, чтобы никто там ничего не делал, никакой хозяйственной деятельности, ничего. Всего в России насчитывается около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий различных уровней и категорий, среди которых федерального значения 108 заповедников, 63 национальных парка и 60 государственных природных заказников.